А перед началом видео напомню то, что у меня есть свой твич-канал. На нём я провожу обучающие стримы почти каждый день. Так что если вы ещё не подписаны, то вперёд по ссылке в описании. Привет, друзья! Начну с небольшого выступления. Дота — это игра, которая даёт игроку множество разных ситуаций, а задача игрока — адаптироваться под них. Дота — это игра в адаптацию, и тот, кто сможет лучше адаптироваться под конкретный случай, выиграет. Для адаптации игроку даётся две вещи — это герой и айтемы. Надо лишь правильно их выбрать. Хороший игрок способен это сделать, а вот плохой — не очень. На моём канале я стараюсь делать из плохих игроков хороших. Так что мы будем разбираться, как же правильно делать выбор. И про героев я запустил уже отдельную рубрику — «Как побеждать». Сегодня же мы поговорим про предметы. Но не думайте, что я сейчас буду рассказывать, что Дейдаллс даёт криты, а Биселл даёт баши. Я постараюсь объяснить, зачем именно разобранные айтемы существуют в игре, и в каких ситуациях игроку следует их выбирать, а в каких нет. Всё-таки слишком многие игроки играют по шаблонам, а это не совсем правильный подход. Досмотрев ролик, не забудьте оставить своё мнение в комментариях и лайках и дизлайках. Я всё читаю, и мне нужно будет понять, продолжать ли эту рубрику или лучше не стоит. Ну, давайте начнём. В этом видео я разберу Дейдаллс. По моему мнению, именно его игроки выбирают чаще всего в неправильных ситуациях. Стоит Дейдаллс 5330 золота и даёт нам самую большую прибавку зелёного урона из всех айтемов, не считая рапиры. Целых 80 единиц, а ещё и крытые сверху. Убойная мощь, не правда ли? Но не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Дейдаллс, наверное, самый неуниверсальный айтем в доте. Ведь помимо прибавки ДПСа, он не даёт нам ровным счётом ничего. В реалиях игры, наш ДПС зависит не только от урона и атак спида, а ещё от так называемого аптайма. Аптайм — это время, которое мы можем свободно бить нашу цель. Ну, к примеру, аптайм по стоячей цели будет равен бесконечности. Сколько хотим, столько и бьём. А скажем, по пугне, которая кастает астрал на себя по кулдауну, будет равен 2,5 секундам раз в 6 секунд. И то до тех пор, пока пугна от нас не бегает, и не берёт талант на астрал. Там он и вовсе будет равен нулю. В доте есть айтемы, которые помогают уменьшить аптайм противника. Ну, как скажем, Юлы или Форстаф. А есть айтемы, которые наоборот, увеличивают наш аптайм. Как Абисал, Арчит или БКБ. Более того, аптайм напрямую зависит от нашей выживаемости. Ведь как только наше хп закончится, бить уже будет не очень реально. В этом и есть главный минус Дейдаулуса. Он никак не улучшает аптайм ни контролем, ни статами. Напротив, Дейдаулус сильно зависит от нашего аптайма. И чтобы айтем себя окупил, мы хотим хотя бы 2-3 крита по цели. Героя с атакспидом 2 удара в секунду потребуется в среднем 5 секунд аптайма, чтобы выпало хотя бы 3 крита. При условии, что в среднем на керре мы имеем 4 салта за игру, 3 из которых это ботинок, айтем на статуи и БКБ. К четвёртому салтам нам по-хорошему хочется как-то увеличить наш аптайм, купив ещё больше статов или айтем на контроль. Ну или даже блинк. Поэтому-то в большинстве случаев Дейдаулус это плохой выбор. Ну а теперь об одном важном пункте, который будет в разборе почти каждого айтема. Конкуренция. Тут мы разберём наиболее похожие варианты, которые обычно мы покупаем в тех же ситуациях. Для Дейдаулуса я выделю 2 айтема. Это МКБ и Блатторн. Оба тоже призваны увеличивать наш ДПС. И фактически ничего кроме ДПСа нам не дают. Начнём с МКБ. Нынче в Доте есть довольно много разных источников уклонения. Это и Таланты, и Слой Кристы, и Альбарды, и даже Радианс. Поэтому, скорее всего, нам нужно будет как-то бороться с ними. Но давайте поэкспериментируем. Возьмём Троля вот с такими вот айтемами. И дадим ему сначала МКБ, а потом Дейдаулус. Бить мы будем по Ослику с 10 армора и 25% уклонения. 6 секунд. Почему 6? Мне кажется, именно столько обычно мы можем в реальной игре редкликать цель. 1 секунда без БКБ и 5 с БКБ. Ну и посмотрим, в какой ситуации будет больше урона. Итак, вот результаты. Как видим, МКБ хоть и на чуть-чуть, но довыигрывает. А теперь давайте вспомним то, что Дейдаулус ещё на 1000 голды дороже. Да и собирается сложнее. Плюс ко всему, он контрится армором, а вот МКБ даёт часть магнического урона. Так что опять же, в большинстве ситуаций лучше будет выбрать МКБ. Собирать и Дейдаулус, и МКБ, скорее всего, плохая идея. Ведь это уже 2 салта без какой-либо выживаемости и улучшения аптайма. А ведь ещё нам нужны будут какие-то айтемы на атак спид. Ну а теперь о Блатторне. Всё же он прямой конкурент Дейдаулуса, ведь даже собирается из похожих айтемов. Для начала давайте по старой схеме сравним ДПС. Так как Блатторн будет подороже, в случае с ним я уберу, скажем, Яшу. Бить будем снова 6 секунд по царе с такими же статами. И снова, как видите, Дейдаулус проигрывает. А теперь давайте вспомним то, что Блатторн даёт нам ещё ну очень важный сайленс, который в большинстве случаев отлично улучшает наш аптайм, запрещая цели пользоваться эскейпами. Также Блатторн хоть и дороже, но собирается в разы легче. И в целом становится полезным уже на стадии арчида. Плюс ко всему он даёт нам анреген, а многие керри страдают от его недостатка. Ну и на крайний случай стоит вспомнить то, что даже просто кинуть Блатторн в замесе, вы уже будете относительно полезным. Ваши тиммейты будут больнее бить, а цель не сможет нажимать кнопки. В случае же с Дейдаулусом нам обязательно нужно бить, чтобы айтем был хоть и так полезен. Но у Блатторна есть ещё и минус. Львиная доля его импакта в активке. А значит, когда она закончится или развеется, он будет уже не так полезен. В этом плане Дейдаулус лучше. Ну ладно, пришло время подвести итог. Так, когда же Дейдаулус можно и нужно собирать? Ключевым фактором в нашем заключении становится аптайм. Ведь без него Дейдаулус не делает ровным счётом ничего. Напротив, если аптайма у нас много, Дейдаулус смотрится очень даже ничего. А значит, первое, что вы должны сделать, когда думаете о Дейдаулусе, проанализировать, сможете ли вы много бить в драке или всё-таки нет. Сколько противников Юлов, Гастов, Форстафов и прочего. Сколько в вашей команде контроля. Если трудно посчитать, то просто посмотрите на ваш типичный замес. Посчитайте, сколько секунд вам дают спокойно бить. Если больше 7-8 секунд, то Дейдаулус хороший выбор. Только не учитывайте файты с не 5-секундным БКБ. Всё же рано или поздно имитет магии будет длиться ровно столько. Также помните, то что даже минимальные 25% миссов у оппонента делают МКБ профитнее Дейдаулуса. А если ещё у противников нет диспелов, и 3 или больше героев боятся Сайленса, то лучше будет сделать Блд Торн. И ни в коем случае не делайте айтемы на ДПС, в том числе и МКБ, и Блд Торн на Дейдаулус, в ситуации, где вам банально не хватает выживаемости или БКБ. Выживаемость превыше всего. И последний пункт. Герои для Дейдаулуса. Тут мы разберём тех, кому этот айтем заходит лучше других. Итак, сначала начнём с двух уникальных керри. Это Акунка и Эмбер в билде с БФ. Этим двум парням пофигу на показатель аптайма, так как рукой они почти не бьют. В их ситуации надо решить замес одним-двумя ударами, так что тут Дейдаулус имеет отдельное значение. Многие к этим двоим добавляют Свена, но лично мне кажется, что почти всегда Блд Торн будет чуть профитнее на этого героя. Всё же он обычный контактный мили керри, и увеличить аптайм для него с помощью Сайленса хороший выбор. Третьим героем выделю Снайпера. За счёт пассивки Снайпер бьёт почти всегда, и на него бешеный. Для такого героя Дейдаулус отличный выбор, но только после выживаемости в виде БКБ, пики и атак спиды видим Йолнера, и то в ситуациях, где не нужно МКБ. Четвёртое место у Войда. Аптайм этого героя почти всегда стабильный, и равняется длительности хроносферы. А за счёт последним предпоследним слотом, после айтемов на атак спид и выживаемость, Дейдаулус будет смотреться хорошо, но опять же не в ущерб МКБ. Ну и давайте на пятое место выделим Медузу. Из-за юдикой живучести аптайма у него достаточно. Тем более у Медузы есть талант, с которым Дейдаулус будет работать по области. А это круто. Для остальных керри нужно пользоваться правилом, которое я писал в предыдущем пункте. Помните, ДПС больше всего зависит от вашего аптайма, а Дейдаулус его никак не улучшает. Так что его стоит делать только в тех случаях, когда у вас с этим показателем всё отлично. Ну что же, друзья, на этом ролик подходит к концу. Если вам такая рубрика зайдёт, то буду снимать и про другие айтемы. Кстати, мы можем сделать следующим образом. Перед тем, как сделать ролик про следующие айтемы для героя, я в своей группе ВКонтакте буду выкладывать голосование из 5-6 вариантов, а вы уже выберете интересующую вас тему. Ссылка на группу есть в описании, так что вступайте и участвуйте в выборе контента. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok